Привет, друзья! Пару лет назад у меня было видео о том, как переделать шуруповёрт с никель-кадмия на литий. Тогда я предложил просто подпаяться к контактам шуруповёрта и вывести сюда подобный разъём, для того, чтобы иметь возможность подключить вот такие вот батарейки от радиоуправляемых моделей. Балансировочным разъёмом подключаем пищалку, и такой временный вариант замечательно работает. Но в таком варианте есть очевидные минусы. Такие батареи требуют специальной зарядки, а большое количество выводов мешают грамотно расположить всё это в корпусе. А всем остальным я рекомендовал купить Литий Ферму ПО-4, из-за того, что тот обладает лучшими характеристиками при такой же цене. Именно поэтому я заказал из Китая новые батареи, именно Литий Ферму ПО-4, баночки размером 26650. На текущий момент таких банк уже не продают. Мне они обошлись всего лишь 900 рублей за 4 штуки, ёмкостью 3200 мАч. А сейчас продаются такие же, но более высокотоковые, зелёные. В принципе, я их также рекомендую к покупке, они правда чуть-чуть подороже. Для начала скрепим банки между собой при помощи термоклея. Токопроводящие шины сделаем из банки от сгущёнки. Паять такие банки нельзя, поэтому я соединяю их при помощи самодельной контактной сварки из автомобильного аккумулятора и провода. БМС располагаем вот таким образом, чтобы удобнее было подпаиваться. То есть от минусовой к минусу. Дальше Б1 вот здесь у нас площадочка находится. Дальше Б2 располагается с этой стороны, Б3 с этой стороны, так и плюсовой провод общий располагается вот здесь. Припаиваем всё согласно схеме. Отличительной особенностью данного БМС является то, что у него используются одинаковые выводы для зарядки и разрядки. Это позволяет подключить его всего двумя проводами. И нам не потребуется переделывать штекер. Также у него есть встроенная балансировка, соответственно нам не нужно выводить балансировочный разъём и беспокоиться о разбалансировке элементов. Всё это позволит модифицировать штатное зарядное устройство с минимальными вложениями. Как вы видите, элементы 26650 не влезают в штатный корпус. Поэтому мне приходится его вот так вот модифицировать. Подпаиваемся к штекеру. А сам штекер фиксируем термоклеем. Теперь фиксируем нашу батарею на посадочном месте при помощи того же термоклея. Припаиваем штекер к БМС. Для термоизоляции и дополнительной защиты я всё проклеиваю сверху и с боков в спиненном полиэтилене. Кстати, литий фирм ПО-4, в отличие от обычного, позволяет работать при глубоких отрицательных температурах до минус 30 градусов. А количество полных циклов заряд-разряд у этого образца составляет около 2000, что в три раза больше. Для того, чтобы вся наша конструкция вошла в корпус, нам придётся ещё раз поработать кусачками. Нам мешают опоры, да и мешают ушки. Кто захочет последовать моему примеру, переделать свой шуруповёрт, ссылочки на аккумулятор и БМС я оставлю в описании под видео. Итак, получили чистый корпус и, собственно, нам осталось только вставить всё на место. В следующем видео я покажу, как переделать штатную зарядку под литий фирм ПО-4. Так что подписывайтесь, оценивайте, ставьте лайки, делитесь с друзьями. Пока!